Кто сильнее, Kerrigan или Novo, Arthas или Diablo, Jaina или Tracer? Чтобы выяснить это и столкнуть в битве героев из своих вселенных, студия Blizzard создала игру Heroes of the Storm. Изначально разрабатываемая двумя членами команды Starcraft 2 как мод для этой игры, Heroes of the Storm без труда ворвалась в тройку лучших игр жанра моба и постепенно догоняет двух лидеров. Ускорить темп просто. Призвано глобальное обновление, именуемое ни много ни мало Heroes of the Storm 2.0. Главными особенностями обновы стали система прогресса 2.0, сундуки с лутом, интерфейс коллекций, смайлики, граффити и портреты, а также новый герой, Амазонка из Diablo 2 и многое другое. Помочь нам разобраться с многочисленными изменениями мы попросили ведущего разработчика Heroes of the Storm Мэттью Купера. Для этого мы направились во Францию, где располагается европейский офис компании Blizzard. В игре уже есть золото. Зачем понадобилось добавлять драгоценные камни? Когда мы работали над новым контентом для игры, то мы много думали над различными валютными системами, которые могли бы этот контент поддерживать. Поэтому мы добавили в игру осколки, проще говоря новую крафтовую валюту. Игроки открывают лутбоксы, собирают осколки и получают возможность создать практически все, что им заблагорассудится. Золото... Прежде всего мы хотели что-то сделать с тем фактом, что игрокам не нравилось выбирать между приобретением нового героя и приобретением мастер-облика. Потому что новый герой это ведь новый контент, верно? Игрокам хочется поиграть новым героям. И мы сделали так, что теперь золото используется только для разблокировки новых героев. Ну и еще можно позадить его на то, чтобы получить другой лут из лутбокса. Что касается драгоценных камней, мы хотели бы сделать игру максимально доступной для тех, кто не вкладывает в нее денег. Мы можем выдавать игрокам драгоценные камни за их прогресс. А с настоящей валютой такого сделать не выйдет. Мне кажется, что лутбоксы это просто-таки отличное дополнение к Heroes of the Storm. Эта система отлично вписывается в игру, особенно с учетом того, как часто мы хотели бы радовать игроков новым контентом. Лутбоксы отлично сочетаются с концепцией разблокирования новых фишек, косметического содержимого обликов, маунтов, со всеми возможностями, которые позволяют игрокам сделать персонажей более интересными, кастомизировать их внешний вид так, как захочется. Лутбоксы отлично подходят для этого. И Overwatch тому подтверждение. Мы долго думаем над тем, кем будет следующий персонаж, которого мы добавим в игру. Многие месяцы уходят на создание дизайна, на придумывание того, что именно этот персонаж будет делать в игре. И в нашем подходе к игровому дизайну мы учитываем изначальную идею персонажа, его суть. Кассия, она ведь основана на Амазонке из Диабло 2, верно? И мы подумали, а что будет делать наша Амазонка? Потом поняли, что хотим добавить способности, основанные на силе Грома и Молниях. И еще мы хотели сделать ее более стойким персонажем, поэтому обратили особое внимание на ее таланты. Когда мы придумываем персонажа, то с одной стороны принимаем во внимание то, кем они являются в соответствующей вселенной, и с другой стороны пытаемся добавить в игру новые механики, которых здесь еще нет. Мы хотим дать игрокам новый опыт, хотим, чтобы каждый герой был крутым и запоминающимся. Отличный вопрос. Мне кажется, что в нашем новом контенте все очень взаимосвязано, да? Мы хотели улучшить систему прогрессии, убрав ограничения в максимальном уровне, позволить игрокам прокачать отдельного героя выше 20 уровня и в дальнейшем качать его вообще до бесконечности. Нам показалось, что так будет лучше. Как следствие, мы поняли, что хотели бы давать игрокам побольше наград за их прогресс и за постоянную игру, и так мы пришли к идее добавления в игру лутбоксов. С их помощью мы сможем наградить игроков новыми косметическими фишками и предметами. В свою очередь, для лутбоксов нам пришлось придумать большое количество нового контента, который игроки могли бы разблокировать и коллекционировать, и мы добавили в игру большое количество новых фишек, которые сегодня и показали. В том числе новых героев и новую арену в стиле Overwatch. Да, мне кажется, что прогресс в игре это один из тех ключевых факторов, благодаря которым игроки продолжают играть. Игроки хотят видеть, как растет уровень персонажей, как растет общий уровень. Прежняя система была хорошая, была хорошая система, но мы опросили профессиональных игроков, мы сами очень много наиграли в героев, и поняли, что когда вы достигаете 40-го уровня, и когда докачиваете какого-то из персонажей 20-го уровня, то система уже больше не поощряет вашу игру. В новой системе мы фактически сняли ограничения на максимальный уровень. Играть теперь можно... Ну, допустим, ваш любимый герой это стежок, вы им тонну игр наигрываете, и теперь его можно прокачать гораздо больше, чем до 20-го уровня. Что касается общего уровня игрока, то нам кажется, что сумма уровней всех его героев это достаточно хороший индикатор, позволяющий понять, насколько хорошо он играет, и насколько у него много опыта в игре. Вполне логично было бы внедрить такую систему подсчета общего уровня. Мы также поняли, что прокачка на высоких уровнях раньше была очень медленной, сильно напоминала грин. Допустим, чтобы перейти с 15-го уровня на 16-й, нужно было подать много сил, и мы хотели что-то сделать с этой проблемой. Раньше, кажется, чтобы подняться на новый уровень, нужно было подать 12, а то и 15 часов. За ночь точно не прокачаешься. А в новой системе заработать новый уровень можно за 2 часа. Вам хватит для этого одного вечера.